АвтоВАЗ возобновил производство второго двигателя. На конвейер вернулся 106-сильный 16-клапанный мотор, в котором использовалась шатунно-поршневая группа Federal Mogul, топливные рампы и форсунки Siemens Deco и датчики Bosch. Скорее всего, полноценная замена им пока не найдена. Паблик Автоград Ньюс сообщает, что в Тольятти собрали 600 двигателей. Все они предназначены для обновлённой Весты и Ларгуса, нормальное производство которых пока не восстановлено. Тем временем АвтоВАЗ в информационной рассылке для дилеров попросил соблюдать рекомендованные розничные цены не только на автомобили, но и на аксессуары. Это совпало с появлением в автосалонах первых образцов модернизированной Весты. Зимой собрали только 800 штук, поэтому большинство дилеров получат по одной или две машины. Очевидно, что разойдутся они быстро. При том, что официальные цены не объявлены, в соцсетях уже появились отчёты покупателей. С учётом госсубсидий за автомобили отдают по миллиону 900 тысяч рублей. Следовательно, без скидки флагман Лады стоит у дилеров крепко за 2 миллиона рублей. И новость короткой строкой. Несмотря на то, что общество Рено Россия прекратило деятельность около месяца назад, его интернет-сайт перестал работать только сейчас. При попытке открыть его вы попадёте на специальную страницу Лады, где клиентам Рено предлагают подписаться, причём по паспорту, на рассылку об обслуживании. Напомним, что все гарантийные обязательства Рено перешли к АвтоВАЗу, и дилеры французской марки, приостановившие приём гарантийных машин на ремонт, в августе готовятся перезаключить контракты с АвтоВАЗом. Московская мэрия опубликовала полный текст соглашения с КАМАЗом, подписанного 6 июля на встрече Сергея Собянина с Сергеем Кагогиным. Итак, стороны договорились о совместном производстве автомобилей на бывшем заводе Рено Россия, который теперь называется акционерным обществом «Московский автомобильный завод «Москвич». Структуры КАМАЗа и города Москвы будут владеть им на паритетной основе. До 1 октября КАМАЗ должен приобрести половину акций, а в течение 60 дней стороны должны профинансировать общество на 5 млрд рублей для инвестиций и локализации компонентов. По плану уже 15 августа должна быть согласована стратегия развития завода. Производственные же цели были оглашены ранее. Уже в этом году «Москвич» собирается выпустить не менее 600 автомобилей, из которых треть электрические. В следующем году планируют собрать 50 тысяч машин, а до конца 2024 года «Москвич» должен перейти на мелкоузловую сборку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok